Как разработать программное обеспечение для его дальнейшего использования композиторами? Сегодня мы поговорим на данную тематику. Всем здравствуйте, дорогие господа! Как у вас настроение? Всё ли отлично? Всё ли прекрасно в вашей вселенной? Давайте же углубляться в мир разработки. Нам понадобятся синусы, косинусы, тангусы, катангусы, секонсы, косеконсы, арксинусы, аркосинусы, арктангусы, аркатангусы, аркосеконсы, аркосеконсы, эксеконсы, экскосеконсы, версинусы, веркосинусы, так же FFT, DFT, NTT и так же IFFT, То есть fast Fourier transform, inverse fast Fourier transform, также discrete Fourier transform нам понадобится. То есть быстрое преобразование фурье для того, чтобы стакать наши дорогие нотки. Допустим, вы играете до мажор, до ми соль, либо же ля минор, ля, до ми. И, соответственно, вы такие опочки, взяли нотку ля, взяли нотку до, взяли нотку ми, стакнули вместе. Плюс также другой рукой нажали на до, на до ми соль и опочки до ми соль и стакнули их вместе. Соответственно, быстрое преобразование фурье помогает вам в этом преобразовывать ваши дорогие звуковые колебания, вот эти вот, которые происходят в виде запис, записываемые в виде тригонометрических функций. Также нам понадобятся АЦП и ЦАП. АЦП это аналога цифровое преобразование, из-за чего, как раз таки, вот когда я говорю, вы слышите меня, потому что мой голос преобразуется с помощью микрофона. В микрофоне имеется определенный датчик, который колеблется в момент, когда я говорю. Соответственно, он считывает наше давление, которое поступает на него. Точнее, там есть определенный датчик, который считывает мой голос, да, вот он. И, соответственно, после чего он, этот голос, преобразуется в определенный сигнал в виде мощностей, которые находятся внутри нашего, в виде изменения мощностей, в виде изменения различных показателей электрических. И после чего оно преобразуется в единички-нолики, единички-нолики, потом преобразуется в 1, 8F, 8F, D, или же DD какой-нибудь, либо же 6D и так далее. То есть наши дорогие hexadecimal systems. Соответственно, после чего оно преобразуется уже в языки программирования, в ассемблер. Там различные SAR, SHR, RET, GMP, Exchange, CMP, Exchange, GE, GNE, AX, BX, CX, DX, EX, BX, CX, EDX, RX, RBX, SEX, RDX, RDI, RSR, BP, RSP, EDI, ISI, BP, ESP, SP, HSP, LBPH, BPL, DI, HDL, SI, HSL, AHL, BHBL, CHTL, DHDL. Соответственно, оно преобразуется в язык ассемблера, после чего преобразуется в ваше язык программирования, который вы, в принципе, юзаете. HOSH, C++, HOSH, JavaScript, Kotlin, C++, PHP, RL, MSS, C++ и так далее. Использовать и прочее. Соответственно, у нас идет такое преобразование. И дальше, когда обратно у нас звук преобразуется, то это уже CAP, то есть цифроаналоговое преобразование, когда вы имеете определенный сигнал в виде ноликов-едничек, ноликов-едничек, точнее, сперва в виде кода, потом в виде в ваших hexadecimal systems, 6F, 6A и так далее, 8D. И дальше оно преобразуется в нолики-еднички, нолики-еднички, потом преобразуется в вашу дорогую мощность, которая находится внутри компьютера, после чего преобразуется в нашу мощность, в наш сигнал электрический, который достигается до вашей катушки, которая находится внутри, либо speakers, либо же внутри headphones, то есть внутри ваших наушников, либо же внутри ваших колоночек, и после чего этот сигнал преобразуется в виде колебания ваших там определенных катушечек, и вы слышите уже определенный звук. То есть ACP, CAP работает таким вот образом. Следовательно, нам понадобится ACP, CAP, FFT, DFT, Discreted Fourier Transform, Inverse Fast Fourier Transform, Fast Fourier Transform и NTT. И также понадобится тоже связанная с FFT, в принципе, вещь. Также для... это мы описали то, что нам понадобится для аудиальной, аудиальной репрезентации, для видеорепрезентации, если нам она понадобится, и для визуального... визуальной репрезентации нам понадобится также GRID размерами N на M, то есть наша дорогая сетка, либо матрица, либо же определенная BOARD, то есть определенное пространство с Resolution N на M, то есть либо 1600 на 900, либо 1920 на 1080, либо же вертикальная ориентация будет у нас и так далее. То есть в зависимости от того, что вы хотите получить по итогу. Вы также можете использовать RGB, RGB, HSL, HCL, HSV, HSB, CMY, CMYK, Color Models, то есть ваши модели цвета, которые могут присутствовать здесь, различные палеточки. То есть если, допустим, это белый цвет, это у нас 255, 255, 255 по RGB схеме, красный цвет 255, 0, 0, синий цвет это 0, 0, 255, также зеленый цвет это 0, 255, 0, плюс желтый цвет это 255, 255, 0, плюс также циановый цвет это 0, 255, 255, плюс фиолетовый цвет 255, 0, 255, и черный цвет 0, 0, 0 это у нас имеется, и плюс также серый цвет это 128, 128, 128 по RGB схеме. То есть по нашей RGB модели это можно даже лучше описать, модель это больше, чем схема. Схему тоже можно в принципе использовать, но модели используются в большинстве случаев чаще. Соответственно, это то, как описывается. Также у нас присутствуют пентагоны, гексагоны, гептагоны, октагоны, ноногоны, декагоны, прямоугольники, квадраты, плюс также ромбы, тетрапеции, эллипсы, окружности. Окружность это многоугольник, чье количество сторон стремится к бесконечности, поэтому у нас есть аппроксимация Пиа и аппроксимация Тау. Пиа это у нас 3, 14, 15, 12, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9 и так далее. По списку идет аппроксимация. И также Тау это у нас 6,6,3, это у нас 6,28,3 и так далее. Идет с аппроксимацией, это у нас число Тау. Соответственно, у нас есть формы на 2D пространстве, полигончики, политопчики, различные параболы. Также могут присутствовать гиперболы, в том числе линии прямые, кривые, в том числе точки и так далее. И также у нас могут присутствовать... А, треугольники, треугольники, да, вроде мы говорили. А, окей. И также у нас на 3D пространстве могут иметься различные шейпы. То есть это икоза-айдры, додека-айдры, окта-айдры, тетра-айдры, плюс фростам, wedge, призм, призма. Также сфер, сфера, плюс тор, стор, плюс хемисфер, полусфера. Также может присутствовать у нас wedge, да, клин, естественно. Плюс коун, конус, плюс сфер, кьюб, параллелопипед, параллелопипед и куб. Тоже может присутствовать на 3D пространстве. И также поверхности второго порядка, что из себя представляют, эллипсоид, параболоид и гиперболоид. То есть у вас тоже могут использоваться. Также NURBS может использоваться. Non-Uniform, B-Spline, Non-Uniform, Rational, B-Spline и прочие вещи. B-Spline, Slope, Gradient Descent. Ну это уже к машинам обыча не больше. Gradient Descent относится. Соответственно, у нас есть вот такие вот вещи. Теперь, что из себя будет представлять наш софт? То есть мы описали сейчас основные такие базовые инструменты, которые даже ежу просто пятикласснику известны. Вот теперь мы, что из себя представляет само приложение, само программное обеспечение. В... Обеспечение. Да, обеспечение. Что оно из себя... Уторение. Что оно из себя представляет? Представляет оно из себя, что мы можем... У нас есть возможность кликать. Соответственно, у нас есть баттоны определенные. Есть определенные скроллеры. Есть определенные скроллеры вертикальные. Есть горизонтальные. Есть чекбоксы выбор одного из нескольких, есть радиобокс выбор, точнее, в чекбоксе это проставить галочки, и радиобокс это выбор одного из нескольких. Допустим, мы выбираем определенный инструмент, который мы будем использовать для определенной дорожки, которую мы будем записывать для, то есть записывать будем дорожку, либо же выбирать какой-либо инструмент для записи на бас-клеф, либо же на вайлен-клеф, то есть на ваших скрипичных ключах и также басовом ключе вы можете его фиксировать. Также у нас может присутствовать слайдер, который вы можете делать Плюс также каунтер, который вы кликаете 1, плюс 1, минус 1 и так далее Также у нас есть authentication и authorization Authentication это у нас тебе разрешен ли доступ на этом сайте И также authorization это what are you allowed to do on this website То есть что тебе разрешено делать на этом сайте То есть своеобразный чекбокс того, что тебе можно делать А authentication это конкретно тебе разрешен доступ или нет То есть именно проверка сразу, фейс-контроль на тебя Далее, фейс-контроль с точки зрения... Ну да, окей, ладно, переходим дальше У нас имеется приложение, соответственно есть выбор из музыкальных инструментов Инструментов мы можем выбрать пианок, ларинет, харп, укулеле, гитар, бас-гитар, электрогитар Плюс также различные голоса, например, бас-профундо, бас-бас-бас-баритон, баритон, тенор, контр-тенор, контр-альто, альто, мета-сопрано-сопрано и так далее То есть вы можете выбрать из этих вещей, из массива данных, то, что вам понадобится То есть определенные голоса, определенные музыкальные инструменты Есть набор, массив данных музыкальных инструментов с возможным отображением То есть map через стринговскую переменную в интеджеровское значение герц, количество герц Либо же в диапазон герц, либо же в то есть набор герц, который он может принимать То есть это по сути map, string и здесь у нас какой-нибудь vector of int происходит Определенный набор данных, тоже массив, соответствующий определенному инструменту Определенный прима-вотчи, который он может воспроизводить То есть, допустим, гитара на определенной высотности может воспроизводить звук Укулеле на определенной высотности может воспроизводить звук Наш голос на определенной высотности может воспроизводить звук Бас профунда на определенной высотности воспроизводит звук Сопрано в женский голос Он на определенной высотности воспроизводит свой звук То есть различные вещи Аналогично как контрабасун и басун Они отличаются друг от друга Контрабасун немного ниже То есть контрфагот, чем фагот Также и контрабас он чуточку ниже, чем виолончель обычно И также у нас есть вайлин, виола, альта С точки зрения наших дорогих музыкальных инструментов Плюс также тимпани может использоваться как перкуссия Из перкуссии также у нас имеются дорогие снейры Райдыш, сплэш, краш, каубелл Плюс кикбас, хайхат, опент хайхат, клоус хайхат То есть могут тоже использоваться Соответственно у нас есть набор музыкальных инструментов Которые может применить композитор Также есть определенное наложение То есть это по сути то же самое, что и мы создавали DAW То есть Digital Audio Workstation Год назад выходил у меня видеоролик про то, как создать Digital Audio Workstation То есть ваши дорогие кубейзы Плюс также у нас имеется Audacity Плюс Adobe Audition Плюс это у нас может быть Ableton Life Ableton плюс Fruity Loops и так далее То есть то, о чем говорилось до этого ранее То есть есть дорожки, определенный выбор Определенные дорожки, на которые мы хотим записать Либо же воспроизвести определенную ноту И для каждой ноты название ноты соответствует определенное значение герц То есть это Map String Int Triangle Bracket В нашем дорогом C++ Соответственно если у нас допустим ля первой октавы То это у нас 440 герц Ля малой октавы 220 герц Ля большой октавы 110 герц Плюс также ниже идем Ля идет ниже и там 55 герц Потом 27,5 герц и так далее Если у нас ля второй октавы, то это у нас 880 герц Если ля третьей октавы, то это у нас 1760 герц И так далее То есть различная высотность определенных нот у нас есть Также есть у нас различные аккорды Major, minor, augmented, diminished, seventh chords И так далее Power chords и прочие То есть fifth и так далее Есть также интервалы То есть это у нас малая секунда, большая секунда Малая терция, большая терция Кварта, чистая кварта Чистая кварта плюс также увеличенная кварта Либо же пониженная квинта Плюс также уменьшенная квинта Плюс также чистая квинта Плюс малая секста Малая секста, большая секста Малая септима, большая септима Октава Дальше идет всякие ум децимы, децимы и так далее Соответственно у нас имеются Различного рода интервалы Которые у нас могут звучать Ascending То есть возрастающий И также уменьшающий descending Тоже они могут присутствовать Каждое И ноты есть также До, до диез, ре, ре диез, ми, ми Дальше фа, фа диез, соль, соль диез, ля, ля диез и си И потом опять до и так далее То есть определенные ноты у нас тоже имеются Также у нас присутствуют определенные ритмические рисунки И плюс также определенная частота Наших дорогих, то есть BPM То есть Bits Per Minute Соответственно, то есть 60, 120, 90, 180, 140, 160 и так далее То есть определенные частотности различных битов у нас бывают Соответственно они настраиваются с помощью SysTime То есть SystemTime, который у нас присутствует в нашем компьютере Также, помимо этого, у нас есть различные интеджеровские значения То есть количество инструментов Int, number of То есть интеджеровское значение Number of musical instruments Интеджеровское значение Количество определенных музыкантов Которые у нас имеются Number of musicians Также ID of the composer То есть User, который у нас использует наше приложение User ID Плюс также прочие различные вещи То есть кто у нас использует эту вещь Также Track ID, Track ID с точки зрения дорожка Аудиодорожка Audio Track ID Также Song ID То есть песня, которую вы создаете Либо же Composition ID То есть композиция, которую вы создаете Количество нот в песне Number of notes Number of musical notes inside of the song ID Соответственно, тоже у нас имеется То есть количество, общее количество нот Плюс также в определенной песне В определенном массиве песен В выбранном массиве песен Также есть различные баттоны Естественно, баттоны работают по принципу Что когда пересекает У нас имеется курсор У курсора имеется пара чисел Mouse X, Mouse Y И когда пара чисел Mouse X, Mouse Y Пересекается с В нашей дорогим полем Точкой Одной из точек поля Соответствующей N, N То есть Mouse X, Mouse Y Пересекается с N, N Нашего поля И при этом нажимается на клавишу То есть Input Output Произведен, то есть Input С нашей кнопки Button, Mouse Button 1 И склик То есть произведен сигнал То есть I То есть Ampersand, Ampersand Если у нас есть пересечение И плюс также совершен клик То есть Ampersand, Ampersand между ними То в этот момент Производится определенная операция Event происходит И соответственно Вам показывается какая-либо Конструкция, которую вы можете использовать Внутри вашей программы Соответственно Вот так вот происходит Ваше дорогое видоизменение То есть клики Различного рода И так далее Вот с клавиатуры Далее у нас имеется Помимо этого Так вот с клавиатуры сказали Плюс также Та-та-та-та-та А, также могут быть Различные И То есть стейтменты То есть Or Это у нас Vertical line, vertical line Ampersand, Ampersand Это и Плюс также Tilde sign Это not Плюс также Ксор, snore, nor, and, not, nant, negate Плюс также Ксор Это у нас Сложение по модулю 2 То есть Current sign Обозначается Плюс также Есть у вас Нор Это стрелка пирса И так далее Также у нас Имеется Плюс Multiplication, division, addition, subtraction Integration, interpolation, extrapolation Differentiation Плюс также Различные Вычисления Плюс parenthesis имеются у нас Также Square parenthesis Curly brackets И так далее У нас могут присутствовать в нашей программе Есть также Идентификаторы Есть размеры Размеры музыкальных инструментов В виде Записываются в виде Double Double И Float Float variables Плюс также у нас имеются Различного рода Так Double float Также есть Weight, Height, Depth, Width, Length Плюс Также Scale, Size То есть Вот эти переменные Которые по сути обозначают Определенные Нецелочисленные Вещественно численные Значения Они будут записываться Как float Или же double То есть Наши floating point number Fixed 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 Point Fixed point number И так далее Они могут записываться Таким вот образом С определенной Precision То есть С определенной точностью Там Два знака после запятой Три знака после запятой И так далее Соответственно У нас имеется Эта вещь Плюс Также есть количество пользователей В принципе Мы UI, UX, Design В принципе Описали Когда говорили про скроллеры Про слайдеры И так далее Далее У нас имеются Также различные алгоритмы То есть Вы такие спросите Егор Ну вот мы описали Нашу программу То что там можно использовать Различные дорожки Различные Ректанглы Трианглы Плюс Пентагоны Хексагоны Хептагоны Октагоны Нонагоны Декагоны И так далее Но Какие будут здесь Использоваться алгоритмы Алгоритмы Есть у нас С сортировкой Сорчинговые алгоритмы Плюс Различные Network Network Theory Algorithms Плюс Также Могут использоваться Для геометрических фигур Различные Quasi-Triangulation Delaunay Triangulation Плюс Также Voronoi Diagram Sweeping Line Алгоритм Также Convix Halt Tricks И так далее Также Сорчинговые алгоритмы Это основное Что у нас Используется В обычных программах У нас имеется QuickSort BubbleSort InsertionSort CountingSort BucketSort BubbleSort Как уже было сказано MergeSort QuickSort InsertionSort CountingSort PigeonHallSort PostmanSort CompSort ReddickSort TreeSort HipSort CubeSort Также BitonicSort PancakeSorting Плюс SpaghettiSort Также PassionSort FlashSort BurstSort Также есть HumorousSort SlowSort BogusSort SushSort Смешные алгоритмы Ха-ха-ха Плюс Также У нас имеется BurstSort InterSort TeamSort OutEvenSort GnomeSort CocktailShakeSort И прочие Сорчинговые алгоритмы Которые вы можете Использовать в своей Программе То есть SpaghettiSort PigeonHallSort PostmanSort OutEvenSort BurstSort Плюс TopologicalSort И так далее У вас могут Использоваться Далее У нас имеется Сорчинговые алгоритмы Для того чтобы Искать То есть Сорчинговые алгоритмы Для того чтобы Мы расположили Какие-либо Ноты Либо же Какие-либо Данные В Ascending Order Of Lexicographical Order То есть В возрастающем Лексикографическом Порядке Чтобы мы Расположили И так же Есть Descending Lexicographical Order То есть Когда мы Располагаем В обратном Лексикографическом Порядке Также у нас Имеется Search Algorithms То есть Breadth First Search Depth First Search Brute First Search Best First Search Также различного рода Asterisk Bsterisk Dsterisk Fsterisk SSS Asterisk Algorithms Также На графах Dex Algorithm Floyd Walsh Algorithm Bellman Ford Algorithm Johnson Algorithm Плюс Также Для Minimum Spanning Tree У нас Имеется Craskles Algorithm Barovka Algorithm Prim Algorithm Также Есть Push Relayble Reverse Deletion И Прочие Вещи Связанные С этим Также Moss Decomposition Heavy Light Decomposition Centroid Decomposition Decomposition Warnsdorf Rule Если у вас Шахматами Что-либо Связано На основе Шахмат Допустим Chinese Также Chinese Theorem About Remainders Плюс Euclid Algorithm Manhattan Distance Hamming Distance Hamiltonian Hamiltonian Distance Плюс Также Levenstein Distance Levenstein Edit Distance Edit Distance Расстояние Левенштейна Либо же Расстояние Edit Расстояние Плюс Также У нас Имеется Диафантовое Уравнение X Plus BY Equals C Это Евклидова Также У нас Имеется Расширенный Алгоритм Евклида Который По сути На нем Построен Также Алгоритм Евклида Также GCD То есть Greatest Common Divisor Наибольший Общий Делитель LCM Least Common Multiply Наименьшее Общая Кратная LCA LCS LCS LIS LCP То есть Longest Common Prefix Longest Increasing Subsequence Longest Common Subsequence Longest Common Substring List Lowest Common Ancaster И прочие вещи У нас Тоже имеются Плюс Также У нас Есть Jirwan Newman Алгоритм PageRank TrustRank HITS Либо же Hubs and Authorities Алгоритм Плюс Также Dynix Dynix Algorithm Crackers Algorithm Edmund Carp Algorithm Hopcroft Carp Algorithm Edmund Algorithm Coloring Algorithm Множество Других Алгоритмов Вы тоже Можете Использовать Needleman Wunch Algorithm Tarjan Algorithm Brands Algorithm Fluid Cycle Algorithm Для псевдорандомных Чисел У нас Также Имеются Алгоритмы Такого Типа Как У нас Есть Blum Blum Shop Leged Fibonacci Generator Acorn Acorn Algorithm Плюс Мерсена Twister И Линер Congruential Generator Тоже Вы можете Использовать Для Генерации Псевдорандомных Чисел Допустим Вам необходимо Сгенерировать Определенную Ноту Определенное Звучание Ноток И вы Можете Заюзать Этот Алгоритм Также LL Parsers LR Parsers Timization Limitization И так Далее Также Переходя Уже К Нашему Дорогому Машинному Обучению У вас Может быть AI ML NN DL То есть Общее Устройство Машинного Обучения Как это Оно Устроено То есть Artificial Intelligence Machine Learning Neural Networks Deep Learning То есть Это Ваши Дорогие Искусственный Интеллект Машинное Обучение Нейронные Сети И Глубокое Обучение Это По сути Множество И подможество Я сейчас Списал Гиперонимы И гипонимы Также У нас Имеется Внутри Этого DNN RNN CNN CNN HN KN PLSTM AE VAE SAE DAE NTM Neural Teorem Machine Perceptron Long Short Term Memory Denoising Auto Encoder Sparse Auto Encoder Variational Auto Encoder DFF FF Deep Fit Forward Fit Forward BM RBM DBM Boltsman Machine Deep Boltsman Machine Restricted Boltsman Machine Deep Belief Network Deconvolutional Neural Network Deep Convolutional Neural Network Deep Convolutional Inverse Graphics Network Neural Teorem Machine Extreme Leaning Machine Echo State Network Liquid State Echo State Echo State Network Liquid State Machine Support Vector Machine Generative Adversarial Network GAN GRU Gated Recurrent Unit Plus Deep Deep Belief Network Radial Basis Function Network Deep Residual Network Mark Chain Monte Carlo Las Vegas Plus Manhattan А, ну, другие алгоритмы Manhattan Distance Это уже к алгоритмам просто относится Manhattan Distance Las Vegas Algorithm Plus Euclip Distance Hamiltonian Hemming Distance И так далее Это уже к предыдущему Calis Calis Theorem Plus Burnside Lemma Plus Pix Theorem Halls Theorem Plus Halls Theorem Königs Theorem Hauer Holtzer Fall Hubbard Formula Binet Formula With Square T of Five У нас там имеется для Fibonacci В чисел различные Также Fibonacci Tribonacci Tetranacci Pentanacci Gexanacci Geptanacci Octanacci и так далее вы можете использовать LucasSeries тоже Plus также Mandelbrot Set Julia Set Lindemey System Dragon Curve и так далее То есть это из того что вы можете юзать в вашем приложении Из того что из машинного обучения еще у вас имеется Naive Bias Bison Gaussian K&NK Nearest Neighbors Random Forest Ensemble Learning Supervised Learning Unsupervised Learning Semi Supervised Learning Reinforcement Learning Q Learning Metal Learning Плюс также различные Aggregating плюс Ganglia Frontal Cortex Ganglia плюс также Aggregating плюс Bootstrap Aggregating да вроде оно так называется также другие различные вещи Variance Bias Straight Off L1 L2 Regularization Stemming Limitization различные NLP NLU NLG составляющие то есть Natural Language Processing Natural Language Understanding Natural Language Generating вещи у вас могут быть из Bioinformatics тоже если вы захотите там с различными GTAC использовать вещи плюс также из переменных вы можете использовать LURD то есть для Left Up Right Down да различные передвижения вы можете использовать Arrows и так далее плюс также False Negative False Positive Errors вы можете использовать и RRORS да соответственно плюс множество других различных вещей с точки зрения машинного обучения с Speech Recognition вы можете использовать плюс также в Speech Recognition да в Summarization различных вещей также различные parts of speech Determining Allocating различные вещи плюс вы можете юзать и так далее то есть это у вас различные алгоритмы с точки зрения с точки зрения машинного обучения которые вы можете использовать также из структур данных то тут у вас присутствует By Short InLow Flow Double Charge 3 Array Top List V-List AA3 AVL3 X Fast Try Y Fast Try Try C Try Fenwick 3 Binary Search 3 Ternary 3 Binary 3 Минутку у меня кажется память сейчас сейчас нужно удалить кажется что-то отсюда да сейчас я делитаю все удалил фенвик 3 1мд 1мд boss 3 hash table hash list hash try x fast try как уже сказал winged edge half edge unrolled linked list linked list w linked list плюс x также free list difference list bit array bits bits bitmap bitboard bitfield плюс sorted array dynamic array double hashing rolling hash quotient filter bloom filter dynamic различные hash features плюс плюс также у нас имеется expression tree expect minimax tree minimax tree min max kd tree implicit kd tree relax kd tree adaptive kd tree и прочие вещи b3 b plus 3 b asterisk tree b и так далее hip trip quip и также segment tree interval tree set multiset map multimap dope vector alife vector плюс segment tree dsu disjoint set union array q double ended q stack rope matrix sparse matrix record structure tagged union discriminating union disjoint set union record pointer handle и так далее enumerated type date time и так далее соответственно это есть структура данных в c++ какие у вас команды могут использоваться hashtag include triangle bracket bit slash stdc semicolon enter hashtag include triangle bracket sfml справ z く hpp country zone year change hash đkeit of c c Underscore D S Slash a source ensemble bridge culture ouvert пиш particle breaker an arg users n starts entering using using namespace, underscore, underscore, gnu, underscore, pbds, semicolon, enter, enter, type def, long, long, ll, semicolon, enter, type def, unsign, long, u, long, semicolon, enter, hashtag, define, pb, push, underscore, back, enter, hashtag, define, mp, make, pair, underscore, underscore, make, underscore, pair, enter, enter, void, различные for loops, while loops, dual loops, также, если мы хотим заполнить n и m, соответственно, составляющие, то for int n equals to 0, semicolon n less than n, max, semicolon n++, parentheses, parentheses, curly bracket, enter, hash, далее for int m equals to 0, semicolon n less than m, max, semicolon n++, parentheses, parentheses, curly bracket, enter, curly bracket, curly bracket, закрыли наши фигурные скобочки, внутри тело цикла заполнили либо случайными значениями, либо со if statementами и так далее. Также не забываем про ios, colon, colon, sync, underscore, with, underscore, sdio, parentheses, 0, parentheses, semicolon, далее у нас enter cin.tie, parentheses, 0, parentheses, semicolon, enter, return, 0, semicolon, enter, также int 32, underscore, t, int 64, underscore, t, int main, parentheses, parentheses, curly bracket, enter, curly bracket и так далее. Также for loops, while loops, friend, inline, inline bool operator, также struct, class, private, protected, public и так далее. Не забываем про них тоже вписывать, в принципе. И, в принципе, да, это вы можете использовать в своей программе, плюс также built-in CLZ, built-in CTZ, built-in popcount, built-in parity, для конкретно в начале подсчитать количество, в конце подсчитать количество, плюс также подсчитать количество единичков, и плюс также подсчитать четность единичков и так далее. Вы можете это использовать, соответственно, можете использовать также, как в начале мы сделали ext, а соц.контейнер, то вы можете еще сделать различные свои индекс-сеты, например, и так далее. Также вы можете создать vector is stl, standard template library, vector, pair, set, multiset, map, multimap, unordered set, unordered multiset, unordered map, unordered multimap, stack, q, dq, плюс bitset. Вы можете создать внутри, в int вы можете еще memset, array, в, ой, memset вы можете сделать, а, также tapple еще, memset, assert, assert, плюс также mod, int, triangle bracket, mod, triangle bracket и так далее, вы можете тоже использовать. В принципе, все достаточно очень просто, все очень легко, создается очень быстро все из нашего приложения. Использовать вы будете sfml, соответственно, sfml, вы можете использовать library, плюс также mlpack, тоже library, такую вы можете использовать в вашу библиотечку. Желаю вам успехов, дамы и господа, разрабатывайте, все у вас получится, в принципе, основные инструменты даны, пользуемся и развиваемся. Всех благ, успехов!